Новый год у многих жителей нашей страны ассоциируется с ростом цен на товары и услуги. В этом январе повышение стоимости вполне обосновано. Увеличилась ставка НДС. Есть ли уже изменения и чего ждать дальше? Узнала Наталья Гармашова. Повышение цен, которые принес нынешний Новый год, начали предсказывать сразу, как только на законодательном уровне утвердили новую ставку НДС. Правительство решило увеличить налог с 18 до 20%. С января изменения вступили в силу. Однако в Хакостате, например, за две первых недели Нового года пока серьезных финансовых перемен на рынке товаров и услуг не отмечают. Незначительный рост на некоторые товары, мясопродукты от 70 копеек примерно до 2,5 рублей. Это повышение. Сыры подорожали. Плюс 4 рубля. Есть повышение цен. У нас крупные макаронные изделия. Между тем главную статистику приводят все же покупатели, которые ежедневно ходят в магазины и видят кассовые чеки, в которых уже официально прописана новая величина НДС. Хлеб, ну, я не знаю, наверное, да. Был 17, стало 18, 19. На рубль да подорожал. Ой, все подорожало сподряд. Ну а что все? Да что начни, скажи, что, год и до. И порошки, и моющие, все подорожало абсолютно все. Масло постное подорожало где-то на десятку. Крупы подорожали вообще. Рублей на 8, на 10 подорожали, да. Пшенка была 40 с чем-то, сейчас 58. Продавцы утверждают, что пытаются держать ситуацию под контролем, им тоже невыгодно терять клиентов. Только вот помидоры у нас основные, цены так стоят, не падают цены. Остальное все у нас подешевле стало. Люди ходят, шарахаются от этих старых цен. Тем более, если еще поднять, куда уже, выше. Однако долго сдерживать цены на продукцию у предпринимателей навряд ли получится. Окончательного роста уже на все товары и услуги, которые попадают под 20% на НДС, стоит ждать к лету. Даже те предприниматели, те бизнесы, которые применяют другую систему налогообложения, они все равно в составе своих товаров, продукции, работ, услуг используют те товары или те услуги, которые облагаются НДС. Например, стоимость электроэнергии увеличится, отразится на всех. Стоимость топлива увеличится, отразится на всех. К тому же эксперты добавляют, что налог увеличен не просто на 2%, а на 2% пункта. От этого финальные величины будут больше ожидаемых. Например, основные товары из потребительской корзины могут вырасти в цене от 4 до 11%. Наталья Гармашова, Дмитрий Симонов, Вести Хакассия.